Движение маршрутного и пассажирского автотранспорта на дорогах области необходимо упорядочить, а контроль ужесточить. И в первую очередь в отношении нелегальных перевозчиков. Таков общий итог заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Подробности у наших коллег из Архангельска. Наиболее сложная ситуация с безопасностью на пассажирском автотранспорте сложилась в Архангельске-Северодвинске-Котласе. Там работает большое количество маршрутных автобусов. ДТП происходит почти ежедневно. Конкурируя между собой, водители превышают установленную скорость, допускают проезд перекрестка на красный свет, выезжают на полосу встречного движения. На аэровиделе в областном центре устраиваются гонки автобусные между установочными пунктами на разалишнего пассажира. Создаются препятствия для безопасной посадки и высадки пассажиров. То есть не заезжают в карманы, высадка идет в неположенном месте. За различные нарушения в этом году сотрудниками ГИБДД в Архангельской области привлечено к ответственности более 6,5 тысяч водителей автобусов. На дорогах в области произошло 99 происшествий с участием маршрутных транспортных средств. Из них 57 происшествий совершены по вине их водителей. В результате данных происшествий два человека погибли, 76 получили ранения. Основными видами происшествий в текущем году стали столкновения 20 и падение пассажиров тоже 20. Работа идет на износ. Как техники, так и водителей. Режим труда и отдыха которых не соблюдается. У многих нелегалов отсутствует даже медицинский контроль. То, кто работает нелегально, тратится на оборудование автобуса всеми системами контроля, по которым мы требуем от наших официальных перевозчиков. Им никакого даже смысла нет. Только в Архангельске из 600 автобусов, что выходят на линию ежедневно, 100 работают нелегально, без договора с городской администрацией. Отсюда и ажиотаж на дороге, который нередко приводит к ДТП. Сегодня для того, чтобы заниматься пассажирскими перевозками, достаточно получить лицензию. Других условий нет. 350 лицензий мы должны выводить с учетом поломок, отпусков и так далее. А мы выдаем 600. Понятное дело, забиваем город ненужной услугой, снижая уровень рентабельный, уровень заполняемости остальных автобусов. В 2010 году для борьбы с нарушениями на пассажирском автотранспорте был принят областной закон, который предусматривал штрафные санкции. По результатам операции «Автобус» против нелегалов было возбуждено 169 дел об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила более 6 миллионов рублей. В результате 30 перевозчиков решили выйти из тени. Но положительный опыт оказался недолгим. Из-за правовых пробелов в федеральном законодательстве санкции против нелегалов пришлось отменить. Однако даже в отсутствии необходимых рычагов на федеральном уровне их можно найти на региональном, отметил Игорь Орлов. Давайте мы их для себя обозначим как некий ориентир для последующих действий. С 1 января машина на маршруте автобуса без ГЛОНАССа быть не может. 1 апреля без тахографа. Задача подготовить соответствующие законопроекты возложена на специальную рабочую комиссию, в которую войдут представители областного правительства, регионального парламента, муниципалитетов и ГИБДД. Задача ст. 5.2.2.3.4.5.